У нас в студии Эльвира Оттева, доктор медицинских наук, профессор, главный рематолог Дальневосточного федерального округа. Эльвира Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим об артритах. Вообще, что такое артрит? Это само слово артрит, ит, говорит о том, что там воспаление. Вот не надо говорить ни артрозы, ни остеохондрозы, это всё неправильно. А надо, если болит, значит, это ит. Болит, ит, артрит. А тогда получается ар. Ар – это сустав? Это сустав. То есть боль в суставах так переводится дословно. Боль в суставах. Воспаление в суставах. Всё-таки ит – это воспаление. Боле воспаление. Эльвира Николаевна, ну вот если говорить об артритах, а сегодня мы даже нашим телезрителям расскажем о ранних артритах. Вот ранний артрит – это артрит у более молодых людей или это про другое? Нет, что вы. Это понятие пришло к нам в ревматологию и вообще в медицину. Последнее время, где-то 5 лет. Почему выделили отдельную форму ранний артрит? Мы должны рано увидеть этого пациента, тот, у кого болит, просто болит, тот, у кого уже припухший сустав, то есть совсем видно это воспаление. Рано его взять на себя и рано назначить лечение. Ельвира Николаевна, а вот с чего вдруг суставы начинают воспаляться и болеть? Причин чрезвычайно много. Но чаще всего мы видим вот коленные суставы, а не нагрузочные суставы. И всегда травмируются. Но когда мы говорим о коленных суставах, мы начинаем смотреть больного со стопы. Казалось бы, у человека плоская стопа. Иногда больные говорят, да у меня всегда плоскостопие диагностировали. И что дальше? А вы правильную обувь одевали? Вы что-то делаете со своими стопами? Нет, больной говорит, ничего не делаю. Конечно, видите, как расползлись все пальчики. Вы видите, что шишка появляется. Мы говорим, вальгус появляется. А что там делается? А там сужается суставная щель. Там горит сустав, идет воспаление. А там, где горит, любые соли, перофосфаты, мноураты, натрия, они могут сюда дополнительно откладываться. И это бесконечная боль, потому что круг замкнулся, воспаление сразу не сделали, не купировали, как мы говорим. И оно продолжает идти на иммунную, воздействует на иммунную систему. А дальше меняется геометрия. Дальше идет голеностопный сустав. Он развивается под вывихи. А дальше что? Коленные суставы. И вот, казалось бы, у вас ничего нет, только плоская стопа. А больные начинают ощущать боли в коленных суставах. Геометрия нарушилась. Следовательно, силы на сустав давящие, они поменялись. Там дискомфорт. Мы говорим, стресс. Именно там идет оксидативный стресс. А стресс – это что? Это выделяются вещества, которые способствуют воспалению. Вот это в себе какой-то замкнутый круг, да? Конечно. Одно запускает другое. И удивительно, что, казалось бы, стопа, казалось бы, плоскостопие, я не умоляю, этот недуг, но тем не менее, да? Совершенно верно. Серьезным, прям таким глобальным. Глобальным. И вот человек говорит о том, что не было никаких воспалительных процессов. А представьте, если на это воспаление придет травма, человек упал, ну, задел что-то, и вот, пожалуйста, здесь еще более травматизация. Вот вам пошло опять воспаление. Но коварство этого заболевания в том, что суставной синдром порой бывает только синдром большой болезни. Мы говорим о ключевом таком вопросе в ревматологии. У больного ревматоидный артрит, да или нет? Это первое, что должны ответить терапевты. И направить, нужно ли направлять больного к ревматологу или не нужно. То есть вот я уже здесь вижу такой момент. Эльвира Николаевна, вот смотрите, начинаем с того, что симптомы – это боль. И симптомы, когда что-то меняется. Да, вот было колено таким, а стало, деформировалось, да, или была стопа такой, да, появилась боль, и пальцы стали какими-то другими. То есть это… Обувь. Первое – это размер обуви. Вдруг был 37, стал 38 и больше. То есть это тоже говорит о том, что… Конечно, что проблема. Изменяется, изменяется. И тогда, получается, если мы говорим о ранних, ну, возможно, это уже не раннее состояние, да? Нет, когда появляется припухлость, мы ставим раннее. Это раннее. Зачем мы ставим такой диагноз – ранний артрит? Для того, чтобы потом куда-то включить его, разобраться. В таком случае что делать? Получается, что идти не к ревматологу, а к терапевту? Конечно. Надо прийти к терапевту. И когда идет припухлость, чего там делать раньше времени рентген? Зачем? Можно просто сделать ультразвуковое исследование суставов. У нас сейчас прекрасный доктор, доктор медицинских наук, Елена Владимировна Полухина, обучает врачей, как смотреть этот сустав. Увидели воспаление? Это достаточно, чтобы начинать активное лечение. Это уже потом, если кто-то из УЗИстов, специалистов по ультразвуковой диагностике скажет, а там эрозии, а там еще что-то. Вот, пожалуйста, снимочки делаем рентген, отправляем к ревматологу, и он дальше решает. Более того, у нас в Европе, это уже с 2000 года, с этого столетия появился новый принцип. Если человек испытывает боль или воспаление в трех суставах и боли, не имеет значения каких? Мелких, крупных, плечи, какая разница каких? Вот тогда нужно срочно отправить его к ревматологу. А почему именно так? Почему именно три и больше? Потому что это уже мы должны думать о ревматической болезни, ревматоидном артрите. Это уже более системное такое, да? Конечно. А еще мы можем сказать, обращая внимание на кожу, мы говорим о том, что кожа, во-первых, здесь может быть воспаление сосудов, пятнышки появляться, это называется воскулит. И тут мы должны подумать, системный процесс идет. А если идет псориаз и появились боли, здесь тоже псориатическая болезнь. И сейчас мы обращаемся к населению, конечно, не ждать, не терпеть. Лучше прийти к терапевту, не надо к хирургу. Потому что хирург это что? Нужно сразу уколоть, сделать какой-то укол в сустав. Иногда вот этот укол в сустав меняет клинику. И очень сложно поставить правильный диагноз. Диагноза нет, тактики нет. Это тоже очень важный момент, потому что все-таки, я думаю, что большинство людей, ну, как-то мы привыкли, что узкие специалисты занимаются узкими проблемами. Да, к терапевту это когда-то, ну, приболели, температура поднялась, там, да, простудились, вирусная инфекция. А на самом деле это действительно подход неправильный. Все меняется, совершенно верно. Потому что терапевты сегодня готовы и могут этим заниматься. Я могу сказать, что вот в начале 2000 года в Англии, в какой стране, да, в богатой стране Англии, запись к ревматологу была 11 месяцев. 11. В настоящее время, чтобы попасть к квалифицированному узкому специалисту, дерматологу или ревматологу при псориатической болезни в Израиле, 5 месяцев, самое раннее 2 месяца, это таких специалистов мало. И всем подряд не нужно идти, терапевты знают, мы их обучаем. Вот это первичное звено, которых сейчас действительно мало в поликлиниках, конечно, они перегружены, мы понимаем, но именно они знают, как обезболить больного, с какого лекарства начать, как поставить правильный диагноз, и когда направить к узкому специалисту-ревматологу. Вот что надо сейчас понимать, и, конечно, мы надеемся, сейчас правительство об этом говорит, что первичное звено надо укреплять, конечно, нужны нам специалисты, семейные врачи, интернисты, терапевты, врачи общей практики, как угодно, главное, чтобы они у нас были в достаточном количестве. Илья Николаевна, ну вот все-таки уже ближе к завершению разговора, вот не могу не спросить вам, понятно, что лечение, схема лечения, да, они разные, зависят от ситуации, от состояния человека, но в принципе вот такие заболевания, они вылечиваются, или уже человек как-то живет, ну вот с тем, что у него это есть, и как-то нужно теперь жить по-другому? Вы знаете, что у нас в ревматологии излечения не бывает, излечения, да? Но что мы можем сделать? Мы можем добиться ремиссии. Воспаление надо убрать. Воспаление уберем, вот этот порочный круг, он закрывается. Разомкнется. Значит, разомкнется, и мы, пожалуйста, человек комфортно будет себя чувствовать. Это влияние на сердечно-сосудистую систему, хотя мы понимаем, даже человек с артритом, я имею в виду остый артрит, или то, что мы называем артрозом, их продолжительность жизни снижается на 8-10 лет. 8-10 лет. Они бы дольше прожили, поэтому надо раньше начинать лечение. Поэтому мы призываем именно к ранней постановке диагноза и раннему лечению. Людмила Николаевна, спасибо большое. В студии у нас была Альвира Оттева, доктор медицинских наук, профессор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, главный ревматолог Дальнего Востока. На сегодня это все. Я благодарю всех, кто провел это время вместе с нами. Всем самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!